С ростом автомобильного парка в стране, экологическая ситуация во многих городах стала угрожающей. Появилась и другая проблема. Такие объявления на автозаправочных станциях встречаются все чаще. Казалось бы, идея, способная облегчить экологическое бремя или дать существенную экономию, должна увлечь любое министерство. Например, карбюраторщик Симферопольского таксопарка Павел Демьянович Гнатовский изобрел регулирующую иглу для карбюраторов автомашин, дающую сразу два потрясающих эффекта. Снижение количества угарного газа в выхлопе двигателя в 2-3 раза и экономию бензина до 30%. В стране такая игла сэкономила бы миллионы тонн горючего. В таксопарке идею Гнатовского поддержали и помогли довести до практического результата его соавторы, электромеханик-диагностик Василий Григорьевич Лапин и инженер Вениамин Михайлович Лукашев. Поддержала изобретателей и прессу. Казалось бы, берите, внедряйте. Нет такого хозяина в мире, который отмахнулся бы от идеи сулящей миллионы. Нет нигде, кроме, как в автопроме, мог бы сказать поэт. Главный институт страны по разработке автомобильной техники фактически закрыл перед изобретателями дверь. Государственный научно-исследовательский институт НАМИ, головной институт Минавтопром СССР, прислал нам письмо. Вот оно, это письмо, где предлагалось провести испытания у них на полигоне в Москве, но за это испытание надо было заплатить 20 тысяч рублей. У нас таких денег, конечно, нет личных, ну а сейчас, под расчет, ни одно предприятие эти деньги платить не согласилось. Читаешь переписку авторов ИГЛЫ с многочисленными, казалось бы, заинтересованными организациями, и становится очень грустно. Мы согласовали вопрос испытаний с главным инженером Ленинградского карбюраторного завода, товарищем Герасимовым. Приехали, а когда начали, ну все уже было готово для проведения испытаний, оказалось, что в Ленинграде и на карбюраторном заводе нет бензина АИ-93. Один кубометр бензина нужен был для проведения испытаний. Из-за отсутствия бензина испытания были сорваны, хотя конструкторам завода наша идея очень понравилась. Вот так бензина не хватает. Но если расстаться с нашим привычным головотяпством, он появится и для испытаний, и для автомобилистов.